Девушки отдыхают Спальня и детячая. Все, что нужно для омрянного затишного гнездочка молодой родины. Втім, семья Радиш вимушена втиснути все это у 12 квадратных метров. Так уж площу имеет металевый гараж для автомобиля. Когда мы в квартире находимся всей семьей, немного тесновато, особенно если бабушка к нам приезжает. Очень много вещей и маловато пространство. Василиса очень много игрушек. Наступил такой момент, что уже некуда было их складывать. Чтобы хоть как-то поместиться в этой коммерчине, Марго решила отдать некоторые игрушки в детский садок. Но донька очень бурхливо отреагировала на такую втрату. Она не хотела ими делиться, потому что это же ее игрушки. Очень переживала, и я поняла, что ей нужны и те вещи, которые у нее были раньше. Василиса не готова расставаться со своими вещами. Маленькая Василиса даже не имеет собственного места для сна. Спим сейчас, мы все вместе на диване. Была детская кровать, она спала отдельно в своей кровати. Когда детскую кровать убрали, сейчас она спит с нами. Останнею краплею для Марго стало то, что Василиса попросила батьков подаровать ей собственную комнату на день народжения. Доки батько семейства на заработках, Марго вирішила сделать все, чтобы здействовать донщину мрию. Приходите, вот наша комната, она небольшая. Здесь у нас все вместе, здесь все уроки, играем. Заходим в комнату. Шок. Ба-ба-ба-ба, что делать? Гриша, давай убежим отсюда! Походу у нас проблемка. У Василиса спрашивать стала, мама, почему наша квартира стала такой маленькой? Ну, я же понимаю, что это Василиса уже большая. Раньше здесь была детская кроватка, но потом, когда возникла надобность уроки учить, мы кровать убрали и оборудовали ей рабочую зону. Но теперь вот непонятно спать где. Хорошо, Гриш, какие варианты, что будем делать, что будем предлагать? Я стою, жду, а мысли все у головы не приходят. И моей самой главной задачей было спрятать это от Оли. На фотографиях все выглядело более оптимистично. Да, места очень мало, конечно. Что делать дальше, не знаю. Жду, может, Оленька что-то придумает. Но Оля тоже не особо торопилась. Все в одном маленьком уголочке, это было страшно. Картина твоя? Да. Да? Ну, показывай, какие ты картины рисуешь. Ух ты, это корона? Да. А мне дай посмотреть. А что это? У меня, судя по всему, замок. Да. А ты бы хотела в таком замке жить? Да. Сегодня у вас появится место и для искусства, для рисования, и то место, где будет спать малышка. А мы с Олей останемся и кое-что тут придумаем. Что ты только что там наговорил? Замокодел, блин. Ну, я очень, кстати, люблю рисовать акварелью. Но глаз положила я на другую картину, потому что смотрю, что там акрил. Осталась еще краска. Да, у нас есть краска, они там на балконе. Там есть еще другие стройматериалы, которые остались после ремонта, инструменты. Вы можете использовать все, что хотите. А мы поедем. Василий, ты мне доверишь своей краске? Да? А ну, давай пятерочку. Хриш, ударай я сюда. А ты туда. А я сюда. И отсюда. Я понимаю, что мне не очень нравятся эти обои. Поэтому я предлагаю все-таки акриловую краску, которую мы спросили, она уже есть, все-таки использовать и покрасить бело-розовый, как Василиса хотела. Ее любимые цвета. Вообще, по-моему, здорово. Давай, ты остаешься решать вопросы с обоими, а я поехал в мастерскую. Как только закончишь, присоединяйся ко мне, мне нужна будет твоя помощь. Конечно, я должна тебя проконтролировать. Мне казалось, что это очень сомнительно. Что ты несешь? Дракон ты под замочный. Ну, вообще. Малярный скотч. Отлично. Перчатки, как всегда, женские руки должны быть в чистоте. Валик. Так. Необходимо разгрузить этот уголочек и, конечно, найти, где же краску. Оставили нам ребят. Еду, думаю, блин, я уже пообещал. И тут начинаю придумывать, придумывать, быстро вспоминать там все свои декорации. Из чего бы можно было сделать, и чтобы это максимально было похоже на замок. Мы будем разграничивать то место, которое будем красить. Мне очень нравятся вот эти вот цветные полосочки, темные, наоборот, не очень. Потому их мы как раз и оставим для того, чтобы покрасить в белый и розовый цвет. Когда я зашел в мастерскую, я четко не знал, с чего мне начать. Стал рыться в эскизах, на работах, а их скопилось немало. И, о чудо, нашел что-то похожее на ту идею, которая крутилась у меня в голове. Белая и розовая акриловые краски идеально нам подходят. Сейчас уже достаточно распространено обои под покраску. Потому в магазине, так как говорите, нам нужна краска для обои. Все придумывала сама Василиса. Василиска показала свой рисунок. Лет пять назад я делал декорацию для детского утренника. Это был замок. Даже трафарет еще остался. Как я не подумал про него сразу. Спасены. Когда вы красите валиком, немножечко отжимайте его. Вы избежали подтеков. Но все-таки, если у вас рука не набита, отстелите что-нибудь, когда вы красите. Делать замок мы будем из фанеры, но для этого нам понадобится трафарет. Вот такой трафарет можно скачать у нас на сайте и распечатать в необходимом вам масштабе. Наш трафарет надо надежно закрепить на фанере, для того, чтобы были ровные линии и нормальный размер детали. На самом деле, такой замок можно сделать из любого материала, даже из плотного картона. Из фанеры, конечно, понадежнее, но если у вас есть коробка от старого холодильника, зачем ее выбрасывать, можно сделать ребенку веселый замок, ну или машинку какую-нибудь. Мы сделали только лишь одну часть, а у нас их две. И теперь нас ждет самое интересное. Будем вырезать лобзиком. А если у вас дома нет электролобзика, отдать в порезку в любой строительный магазин. Вам вырежет специальный станок фрезерочный, это будет еще ровнее и красивее. Так, я со своей работой справилась. Очень мне интересно посмотреть, как у Гриши в мастерской. Пойду к нему помогать. Кстати, за это время высохнет краска. Полтора-два часа нужно ей для полного высыхания. Все три детали скреплены и башенка готова. Осталось только дорезать одно окошко. Начинаем резать детали для второй. После того, как вы вырезали из фанеры детали, края и острые углы необходимо зашлифовать, чтобы не поранились ни вы, ни ваш ребенок. А сделаем это обычной наждачкой. Рисом? Слушай, я прям как человек-молния, я прибежала тебе помогать. Показывай, что ты натворил. Ну, смотри, натворил я пока просто вырезанную фанерку. Вот первая башня, вот вторая. Это будет замок. Смотри, на самом деле, сейчас я тебе все покажу. Видишь, Валенька? Замок состоит из трех частей. Подиум, шкаф, спальное место и декорация замок. Вот тут снизу будет подиум. Разные части, тут пять штучек верхушек, а тут две. Что ты спилил? Лишнее. Это вход в наш замок. Ага, то есть туда будут ступеньки везти? Лесенка. Отлично. Надо очень быстро успеть покрасить наш замок, Оля. Ты мне скажи, сколько у нас уйдет краски? Вообще немного. Сейчас у нас тут, Оленька, с тобой по 300 миллилитров краски. То есть, Гриш, одного литра хватит нам для того, чтобы покрасить все детали? Еще и останется. Так, ставь сушиться. Все детали нашего замка уже покрашены, сохнут. Можем убирать краску и начинать пыльную работу. Давай, убираем. То есть, мы делаем некую какую-то конструкцию для того, чтобы поставить замок. Для чего нам это надо? Почему нельзя просто замок взять и поставить? Абсолютно верно. Мы делаем не конструкцию, а целый даже каркас. А для чего мы это делаем? Потому что у нас еще будут туда задвигаться и выдвигаться два мебельных ящика, в которых будем хранить вещи и игрушки. Давай пилить. Давай, Оль. Мне, наверное, было самому интересно посмотреть, но то, как Оля справится с этой работой. Олька еще тот профессионал. Стремновато. Оля. Уровень, понимаешь? Посмотрите. Разные величины брусики мы складываем в такое окошко. Не в окошко, а в такой вот серьезный модуль. Да. Мы их будем сейчас скручивать, эти брусики, но для начала сделаем отверстие в них, чтобы саморез, когда будет входить в древесину, не расколол ее и она была по-прежнему надежной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Вот таких пять штук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И едем к нашим ребятам. Ну что, погнали? Побежали. Давай. Так. Опа. Помогай мне, Гриша. Да. Осторожно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, наша краска высохла, и теперь мы можем снимать малярный скотч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оля! А! Привет! Привет! Мы виделись пять минут назад, Гриша. Ты уже соскучился? Да. А ты быстро справилась, я тебе хочу сказать. Прикольно получилось. Слушай, полоски и цвет красивый. Вот это пересечение цветов, мне кажется, получилось очень тоже здорово. Итак, приступим к первому блоку строительства нашего замка. И именно в замке будет находиться рабочее место и игровая зона для маленькой принцессы Василисы. Отлично. Так, я пока приберусь. Я приберусь. Я приберусь. Я приберусь. Я приберусь, это я. Так, Гриш, я еще взяла шуруповерт. И саморезами мы будем соединять наши модули для каркаса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай шуруповерт. Давай. Давай саморезы. Но мне нужна твоя помощь. Хорошо. Говоришь, что делать? Я буду скручивать, а ты будешь их придерживать. А соединять модули между собой будем вот такими вот металлическими уголками. Потому что саморез может сломаться. Доверить шуруповерт, ну, мне, наверное, было самому интересно. У нас не было другого выбора. Нам надо было делать это параллельно и вдвоем. Ты видишь? Вот это уровень. Мне понравилось работать с шуруповым, с дрелью. Прям чувствуешь себя таким великим Гришиным помощником. Гриши, я так понимаю, что собираем всю конструкцию по этому же принципу? Абсолютно верно. Причем знаешь, в чем преимущество таких модулей? Причем. Их можно собрать под любой размер. И если захотят наши герои потом переехать в другую квартиру, можно с собой забрать? Абсолютно верно. Разобрал, безболезненно собрал на новом месте. Отлично. Продолжим. Остался последний брусок. Пять модулей и два бруска у нас. Абсолютно верно. Это своего рода ребра жесткости, да, вы решили, что это? Да. Готовы наши ребра жесткости, только теперь необходимо поставить еще два. Какой максимальный вес они выдержат? Например, если Василиса захочет к себе в замок пригласить маму, выдержит? Маму, еще четверых подруг и двух рыцарей вместе с конями. Ух ты, то есть надежная конструкция. Абсолютно. Крепим еще две. Наш подиум готов. Теперь надо для него сделать ящик. Это основание, боковые стенки и фасад. И обязательно два колесика. Они помогут ящику легче ходить и будут также его поддерживать снизу. Нам необходимы размеры. Как их рассчитать? У нас есть наш подиум, у которого есть две ячейки. Мы забираем их ширину, их глубину и от ширины отнимаем два сантиметра. Почему? Направляющие по сантиметру с каждой стороны. Абсолютно верно. Мы собрали все стенки, закрепили их на основании и прикрутили фасад. По поводу направляющих. Мы можем их отмерять как раз по ящику, правильно? Да, абсолютно верно. Мы их располагаем ровно по центру стенки. Но те направляющие, которые крепятся к подиуму, запоминаем, что туда надо еще добавить высоту колесик. У нас же есть колесик, ты помнишь, да? Сколько стоят такие направляющие? Смотри, начинается цена от 40 гривен и дальше варьируется в зависимости от размера и от материала самой направляющей. Сама прикрутишь? Легко. Давай, давай. Сейчас я только вырезала цена. Так, где еще одна? Гриша, конечно, показал мне, что это совершенно доступно и может даже женщина с этим справится. Делаем точно такую же по этим же размерам с другой стороны. Замеряемся и приступаем к направляющим на нашем подиуме. Ездит. Не ездит, Толенька, работает. Выдвигаем наши телескопы и попадаем в наши направляющие. Закрываем? Закрываем. Слушай, здорово вышло. Теперь точно так же делаем второй участок. Итак, Гриша, наши ящики уже готовы. Я так понимаю, что мы можем наконец-то приступить к замку. Почти. Ящики готовы, но нам надо еще сделать ровный пол из ОСБ, постелить ламинат. Гриша, а он должен немножечко так вот выпирать? Да. Это тоже сделано умышленно. Запас 2 сантиметра над ящиками для того, чтобы когда будут играться дети и наступать сюда ножками, чтобы они не наступали на наши ящики. Теперь стелим ламинат. Маленько. Ага, стелить ламинат мы начинаем с подложки. Да, абсолютно верно. И у меня будет для тебя очень важное задание. Какое? Ты будешь сидеть на подложке и ничего не делать. В принципе, как всегда. По-честному, просто люблю троллить Олю. Нет, Гриша, я сейчас устрою тебе испытание. Потому что безопасность ребенка в первую очередь. Оля, я тебе покажу больше. Гриша, что ты делаешь? Оно же провалиться может. Ты же как несколько слонов весишь. И на 3-4? И ничего не происходит. Слушай, ну здорово вышло. Ну что, вернемся к работе. Давай. Наш пол готов. Осталось теперь только установить плинтус. Весь наш подиум вместе с нашими полочками обошелся нам в 890 гривен. Переходим к следующей части нашей работы. Будем делать основание для кровати на втором этаже. Я делаю отверстие в балке, чтобы потом монтировать ее на стену. Теперь точно такие же отверстия на таком же расстоянии нам надо сделать в стене. И мы отмеряем от потолка не менее 90 сантиметров. Для того, чтобы ребенку было удобно там на втором этаже не только спать, но возможно и играться. Выставляем нашу балку по моим отметкам. Убираем брус. Да, Гриш, а какая толщина бруса нам нужна, чтобы эту всю конструкцию выдержать? Смотри, в толщину он 4 сантиметра, по ширине 10. И мы берем такой мощный брус для того, чтобы обезопасить нашу конструкцию. Смотри, мы достаем вот такие вот металлические анкеры. Так, выкручиваются просто. Да, вставляем. Ну я тебе помогать тогда буду. Хорошо, Валенька. Смотри, вставили брус и теперь вставляем. Ну любая листена выдержит такие анкера? В гипсокартонную? В гипсокартонную нельзя ничего тяжелого сверлить. Умя готово. Давай. Пожалуйста. Чуть-чуть-чуть. Видишь, Валенька, все делаем. Все остальные балки делаем по точно такому же принципу. Мы еще зафиксируем дополнительно металлическими уголками вот здесь и сделаем поперечные балки. А, то есть еще будут тут. Конечно. Теперь осталось нам смонтировать каркас самой кровати сюда, зафиксировать его и все, и ставим наши башенки. Я уже жду, не дождусь. Сейчас принесу. Каркас второго этажа обошелся нам в 190 гривен. Ух ты, вообще дешево получилось. Теперь то, что я хотела, да? Башенки. Башенки, Оля. Держи. Держи. Так. Ну, держится пока. И будет держаться, Оленька. Да. Крепим в трубашню. Да, конечно. У нас две одинаковые детальки справа и слева и посерединке. Это невероятная конструкция. Основание из фанеры, из такой же, и рояльная петля. Мы крепим рояльную петлю на основание и к мостику, и она свободно открывается. А с обратной стороны установлены шпингалеты. Откинули, поменяли постельное белье, закрыли обратно, все счастливы, все быстро получилось. Слушай, ну, замок, по-моему, очень красивый получился. Но я тебе хочу сказать, что и как мужчина обычно строит замок, а женщина, она должна добавить что? Уют, комфорт и няшности всякие. Девочковых штучек. Да, обязательно. Поэтому я предлагаю взять очень красивую шторку. И еще я хотела бы поработать над освещением. Я видела, что есть лампа старая. Вот я думаю, что можно немножко задекорировать, и будет и функционально, и очень красиво. Оленька, у тебя, как всегда, полно идей. У меня полно. А у тебя идея есть, как человек маленький может попасть наверх себе? Мне очень повезло, работы стало меньше. Я был готов делать лестницу, но она есть у наших хозяев. Поэтому я пойду за лестницей, а ты давай свои няшности, абажурчики. За светильником пошла. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Уй! Практически разваливается, но мы сейчас это поправим. Светильник, который я нашла у хозяев, нам обязательно пригодится, потому что нижняя часть нашего замка, она немножечко темноватая. Чтобы сделать это красиво и в стиле принцессы, я буду использовать розовый и белый фатин. Так, нам подойдет фатин, тюль, органза, любая легкая полупрозрачная ткань будет идеальна. Теперь мы будем создавать маленькие небольшие цветочки. Для этого нам необходимо порезать фатин шириной порядка 7-8 сантиметров и длиной около 50 сантиметров. Мы собираем пополам этот отрезок. Верхняя часть у нас получается закрыта. И по стороне, где у нас соприкасаются два отрезка, мы берем иголку с ниткой и наметочным швом присобираем ленточку. Абажуру, наверное, конечно, больше всего порадуются мамам. Такая изюминка, которая будет и функциональная, и наполнение в интерьер. Наметочный шов, он очень простой. Это фактически движение иголки вперед-назад, вперед-назад. Вот таким вот образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И теперь начинаем закручивать отрезок в цветок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь хорошенько его фиксируем ниточкой, для того, чтобы все части держались между собой. На наш абажур нам понадобится 100 цветочков, 50 розовых и 50 белых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работает достаточно много. Вот и Гришу подключить к этому делу. Гриша! Что случилось, Оля? У меня там лестница сохнет, мне с ней работы хватает. И, кстати, прошу тебя ускориться. Помогай давай, ты же над лестницей не стоишь, не дуешь, чтобы она быстрее высохла. У меня свои работы. Вот так, Оленька. Держи полосочку. Так, держи иголку с ниткой. Что с ней делать, Оля? Пополам собирай отрезочек. Позор. Складывай его пополам. Позор. Собираем пополам полосочку и начинаем наметывать. На что делать начинаем? Гриш, давай, давай, не отвлекайся. Наметывать – это вот собирать на нее, правильно? Вот, смотри, правильно я делаю? Идеально, прекрасно. Нет, ну это же так приятно, когда получается отыграться на мужчине. Это больше веселило, чем было полезно, скажем так. А я могу так говорить? Мужчины, когда вам кричат «иди, помоги», сначала узнайте, с чем помочь. Вы придете, а тут эти цветы из сыра, брынза, органза, цветы из органзы. Ха, получилось, Оля. Да, Гриша, получилось. Давай, 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 у нас еще куча работы. Вот скручивать, да? Да. Мне кажется, женщинам легче научиться пользоваться шуруповертом, чем мужчинам. Отрезать ровно хотин, скручивать его в розочки. Не каждый мужчина это выдержит, я хочу сказать. Прекрасная роза. Оля, это тебе цветочек. Он на 100% справился. Нереальные цветочки лучше даже, чем у меня. Ну, нет. Когда мы сделали достаточное количество цветов, мы можем приступать к сборке. Делать мы это будем с помощью Гриши. Внимательно слушай, потому что опять будешь потом говорить, а как, как, а что, я пропустил. Леска. Леска. На иголочку. И теперь собираем поочередно розовые и белые цветочки. Давай сюда, несколько штучек сразу. По очереди, да? Да. И мы начинаем их просто нанизывать. Каждый ярус у нас будет на отдельной леске. Это будет удобно. И вот так вот по спиральке будем нанизывать все цветочки на наш абажур. Так, Гриша, подай мне, пожалуйста, плафончик. Для того, чтобы достаточно было цветочков, надо примерить обязательно. Вот у нас получилось 24 цветочка, которые мы достаточно плотненько разместили друг в дружке. И мы примеряем. Этого достаточно. Первый ярус готов. То есть, чем больше абажур, тем больше цветочков понадобится. Да. Так, давай следующий. В общем, я хочу сделать шторку. Ну, не простую шторку, а шторку из карамелек. Серьезно? Да. У меня есть вот разные кристаллики. Мы их сейчас соберем на леску. И вот, знаешь, будет такой вид, как будто бы действительно разноцветные такие вот карамельки. Помоги мне ее завязать, Оля. Гриша, у тебя куча инструментов, найди какой-нибудь, который тебе поможет. Я перехожу к следующему этапу. Поможница. Для того, чтобы фиксировать каждый кристаллик, каждую бусинку, мы продеваем сначала один раз, а потом второй раз в один и тот же шарик. И это дает возможность там, кстати, регулировать высоту бусинки прямо на месте. Так. Слушай, по-моему, очень здорово. Так, давай, оставляй и переступаем теперь к шторкам, потому что у меня еще много бусинок. Не-не-не-не, стопэ, с цветочками помог. Все, у меня еще лестница там сохнет, надо ее сюда занести. Так что давай с карамельками сама, извини, а я пойду за лестницей. Начинать. Удачи. Хорошо. Ей просто нравится узурпировать мужиков. Оленька, ну что, ты закончила? Да. Давай-ка. Готова шторка. Так, греш. Ну что, показывай. Вот, Оленька, наша лестница. Я покрасил ее точно так же, как и нашей башней, только дополнительно вскрыл лаком. Это защитит краску, и когда малышка будет по ней подниматься, спускаться, с краской ничего не произойдет, и она всегда будет такая красивая и розовенькая. Слушай, здорово. Это лестница съемная. То есть, когда она не используется, или малышка сидит внизу и рисует, можно лестницу снимать и убирать. Красивенно. Спасибо, больно. Ну что, будем переносить вещи, которые были в этом уголке? Пойдем за вещами, только я захвачу с собой все материалы, чтобы они нам не мешали. Да, давай уже тут прибираться. Помимо того, что эти ящики очень удобны для того, чтобы хранить всякие мелочи и игрушки, это будет приучать нашу маленькую принцессу к порядку. Она же хозяюшка. Не будет больше такого хламыдника, не будут вещи разбросаны, им есть теперь место. Маленька, мне кажется, получилось очень-очень классно. Я сначала не верил, что у нас получится в таком маленьком уголке сделать все. И полки для хранения, и спальное место, и рабочее место для рисования, и для уроков. Может, все-таки сделать и себе такой замок действительно? Почему нет? Ну, самое интересное, понравится ли Василис? Ну, понравится, не понравится. Мы, по-моему, очень постарались. Во-первых, здорово, что у тебя были вот эти вот таблетки, я их называю. Потому что одной лампы, мне кажется, маловато было бы. А еще это очень удобный светильник, он работает от батареек, не подведено напряжение, то есть оно не навредит ребёнку. Ну, и, конечно же, сейчас буду хвастаться. Ну, Гриша, согласишься. Оля, признаюсь, очень красиво. Причем это сразу, смотри, и шторка для Василисы, и украшение для мамы. Но хочу обратить внимание, что такие шторки имеют небольшой нюанс. Когда сквозь них ходишь, они могут запутываться. И тут у меня сразу есть три решения. Во-первых, вот эти вот нижние подвесочки, они достаточно тяжелые. Они оттягивают вторую. Это арочка. То есть малышка может проходить, в принципе, не задевая какую-то часть шторки. И третья. Мы можем чуть подальше размещать эти веревочки с бусинками, и, соответственно, они не будут между собой так сильно путаться. Пришли. Так, Гриша, давайте встречай. И вот этот последний штрих, звонок, это просто какое-то идеальное совпадение по времени. Слышал звонок в дверь. У меня опять появилось это сомнение. Ну, ладно, нам нравится. Это же Василиса. Нет, нет, подождите секундочку, мы вас позовем. Давай быстрее. Начинается мандраж, потому что сейчас это будет оценивать маленький, такой вот человечек. И если ей не понравится, это будут слезы. Ну все, можно. Заходите. Заходите. Василиса входит в комнату. И понравится, не понравится. Какая красота. Это мой замок? Да. Это не просто замок, это мечта. Что думаешь по поводу светильника, Василиса? Красиво. А кто это в тело? Оля. Ну, Гриша, чуть-чуточку помогал, совсем чуть-чуть. Я даже не представляю, сама бы я никогда до такого не додумалась. Думал я. А я делала. А можно мне на второй этаж? Нужно. Забирайся. Как тебе второй этаж? Очень красивенький. Все, мы это сделали. Все у нас получилось. Получилось так, как мы хотели, даже, наверное, еще лучше. По Васиному лицу, по ее улыбке, мы поняли, что ей понравилось. Мы справились на сто процентов. Сдались за руки и пошли вперед. А что ты будешь там теперь делать? Я буду смотреть на вас, что вы там делаете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!